Когда я был в Яслях, со мной приключился такой случай. Воспитатели уложили нас спать, а сами пошли в курилку. На обратном пути они заглянули проверить, все ли в порядке и обнаружили, что детей нет. В панике они начали искать и выяснили, что Сережа Шаляпин просто решил поднять всех детей и отвезти в горшечную. Были в садиках такие комнаты, где дети рассаживались на эмулированные горшки и дружно делали свои дела. А сам я расхаживал перед ними и что-то вещал. Так началась моя карьера руководителя. С вами Сергей Шаляпин. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать колокольчик. Предпринимать и руководить людьми это, если хотите, призвание, состояние души, внутренняя потребность. По статистике только от 2 до 5% людей обладают нужными качествами для ведения бизнеса. Безусловно, можно научиться быть предпринимателем и руководителем, но для того, чтобы получать от этого настоящее удовольствие, то я считаю, желание должно идти изнутри. И я верю, что есть набор качеств, которые характеризуют настоящего предпринимателя. Их после сеанса некоторого самоанализа я представляю вам сегодня. Причем, обратите внимание, я вовсе не идеализирую и не возвышаю бизнесменов над остальными людьми. Ведь поэтому может стать еще меньше процент людей. Я лишь хочу помочь разобраться в себе тем, кто сомневается, начинать ли собственный бизнес или все же лучше найти работу по душе. Ставьте лайки, комментируйте это видео, если вам есть что сказать по этой теме. Итак, как понять, что вы бизнесмен или даже бизнесвумен в душе? Во-первых, пирожное. Во-вторых, конфет. А в-третьих, мороженое. Настоящий бизнесмен никогда не станет строить планы, чтобы просто обеспечить свою семью и заработать на новую машину. Ибо это мелко и бессмысленно. Впереди у вас масса трудностей. И тот, кто ставит мелкие цели, скорее всего потеряет мотивацию и сдастся. Если зарабатывать, то миллиарды. Какой масштаб личности, такой обычно и масштаб бизнеса. В идеале потолка у вас вообще не должно быть. Так что, если ваша мечта это всего лишь новая квартира в центре и тачка под окном, а о большем вы не мечтаете, то, вероятно, вы не предприниматель, а просто исполнитель с высокими запросами. Голод настоящего предпринимателя утолить невозможно. Как собаки обычно похожи на своих владельцев, так и бизнес, если присмотреться, будет очень похож на характер учредителя. И в каком-то смысле компания является продолжением индивидуальности своего владельца. Загляните внутрь себя и поищите там творца. И если вы не имеете внутренней потребности что-то создавать, производить, протарять новые пути и открывать горизонты, то, возможно, вы вовсе не предприниматель. Сюда же можно отнести развитое воображение, ведь будущий успех нужно представлять во всех возможных красках и подробностях. Все предприниматели в той или иной степени авантюристы, то есть склонные к риску люди. Это не всегда оправдано и не всегда необходимо, но таков образ жизни ведущего бизнес-человека в любой точке мира. Мало того, со временем чувство опасности может притупляться, и некоторые бизнесмены терпят крах просто потому, что начинают быть слишком толерантными к риску и забывают об осторожности. Помимо того, хождение по краю дает адреналин и разгоняет кровь, а это уже кайф на физиологическом уровне. Так что если ваша склонность к риску ниже среднего, и в сложных ситуациях вы впадаете в ступор, то бизнес совершенно точно не для вас. Можно долго спорить от тщеславия или от честолюбия происходит, от внутренних комплексов или сложного бедного детства, но я не встречал предпринимателей, которые страстно желали бы остаться в тени. Так или иначе, достижения и победы должны быть признаны и оценены окружающими. Это приз и право предпринимателя. И если этого нет, то победа неполная и удовлетворение не наступает. Поэтому прежде чем начинать бизнес, подумайте, испытываете ли вы потребность в признании? Человек такая скотина, он ко всему привыкает. Но бизнесмены это особые люди, которые могут адаптироваться значительно быстрее других, осваивать навыки, впитывать новые, применять технологии и приемы, копировать и адаптировать под себя чужие идеи. Это, наверное, один из ключевых навыков бизнесмена. Протестировать этот навык довольно просто. Попробуйте записаться на какой-то практический семинар по совершенно неизвестной новой для вас тематике. И по приходу познакомьтесь там с несколькими людьми, попросите у них помощи или даже помогите им сами. Если по выходу из этого здания у вас не будет пяти новых связей и нескольких бизнес-идей по пройденному материалу, то, возможно, вы совсем не предприниматель. Идея Она живучей и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове. Вас должно распирать от идей. Вы генерируете их на лету, постоянно, ежеминутно. И если вы задумались и молчите, то значит у вас в мозгу проигрывается какой-то сценарий или идея. Она зреет. А на втором и третьем уровне уже зреют следующие, чтобы всплыть, как только вы освободите мозг. И самое главное, предприниматель умеет заражать своими идеями окружающих. А ваши идеи, насколько они заразны? Большие достижения не могут быть достигнуты без больших затрат. Эмоциональных, временных, интеллектуальных. И так как большая часть энергии будет израсходована на нерабочие гипотезы, то вы должны четко понимать, что это будет потраченное время и энергия. Будут падения, будут проблемы и ошибки, обнуления и уходы в минус. Сделать так, чтобы извлечь из этого опыт и пользу, это большое искусство, которому надо учиться. И если вы рассчитываете на быстрый, легкий и беспроигрышный результат, то вы пока уж точно не предприниматель. Вы также должны понимать, что победы и доходы – это всегда результат работы вашей команды. А убытки и промахи – всегда вина руководителя и владельца. Надо стойко переносить поражения, делать выводы и стараться не повторять хотя бы собственных ошибок. А насколько хорошо вы держите удар? Стрессоустойчивость. Не-не-не, не та стрессоустойчивость, когда руководитель говорит, что вы идиот, и при этом вы должны кивать гривой и говорить то, что он хочет услышать. Я говорю про настоящую стрессоустойчивость. Это когда вы понимаете, что от ваших личных решений зависит не только заработок, но часто безопасность и даже жизнь других людей. Не только в вашей и вашей семье, но и сотрудников, их семей, семей их семей. И под таким давлением вы будете принимать десятки, сотни, тысячи сложных решений иногда ежедневно. А это точно ваше? Спросите себя, прежде чем начинать бизнес. Бизнес – это работа на полную ставку, без праздников и выходных. Ваша семья может забыть, как вы выглядите, друзья могут решить, что вы нашли себе новых. Вам не на кого будет переложить даже часть своих дел и обязанностей, и некого обвинить в провале, кроме себя. Если вы готовы к тому, что ваш заработок, если посчастливится, будет очень высоким, то в результате огромного давления физически и психологически. И если вы не готовы к таким нагрузкам, то вы точно не предприниматель. Вы будете работать с людьми, но вам нельзя будет слишком с ними сближаться. Да они и сами не очень-то захотят. Дело тут не в дружбе или харассменте, а в том, что если вы слишком сблизитесь, то это начнет влиять на ваши решения. Бизнес – это очень одинокая работа. Лишь изредка я встречал счастливчиков, когда супруг, брат или друг становятся полноценным партнером в бизнесе. Чаще всего, вступая на путь предпринимателя, нужно уметь хорошо чувствовать себя в собственной компании и при этом сохранять работоспособность и креативность. И если без постоянного общения вам не обойтись, то путь предпринимателя будет тяжелым. Вы очень рисковали. Риска не было. Не обижайтесь. Я знал, что выиграю. Интуицию также называют эмоциональным интеллектом. Когда у вас есть чутье на хорошие темы, идеи, начинания, и вы без сожаления отказываетесь от заведомо убыточных предприятий просто на основании собственных ощущений. Некоторые предприниматели имеют врожденную интуицию. Другим же приходится развивать ее буквально всю свою жизнь. Однако на начальном этапе важно уметь прислушиваться к себе и доверять собственному чутью. А вы умеете пользоваться своей интуицией? У вас нет мелочи, мистер. Конечно, есть. Можете поделиться. Могу, но не поделюсь. Не поделитесь? Почему? Честность – это качество, которое можно и нужно развивать в себе. Без этого качества вы никогда не построите крепкий и долгосрочный бизнес. Партнеры, клиенты, сотрудники – все, кто с вами будет работать, будут ждать этого от вас. В бизнес-среде это критично важно, и то, что вас в жизни много обманывали, и у вас нет оснований доверять окружающим – это вовсе не оправдание. Вы должны быть честными, если хотите вести бизнес. И если внутри себя вы не оцениваете, как честного и порядочного человека, то я считаю, что ваш бизнес обречен на провал. Быть крутым очень важно. Я имею в виду в своей сфере – профессионально. Вы должны искренне любить свое дело и быть в нем круче всех. Быть профессионалом. Круче мастеров в цехе знать продукт. Круче самого лучшего продажника уметь претендовать и продавать. Круче любого своего бухгалтера знать налоги и находить лазейки в законодательстве. Так вы сможете стать непотопляемым бизнесменом и достигнуть высот. А вы круты в своей сфере? Если нет, то возможно начинать свое дело пока рановато. И стоит устроиться на работу к потенциальному конкуренту. Кое-что совершенно случайно попало мне в руки. Это, возможно, лучший вариант, который я видел за полгода. За 60 секунд я попробую вкратце его описать. Вы должны четко понимать, что единственный невосполнимый ресурс – это время. И если вы не цените свое время и время окружающих, то никто не станет вести с вами дела. Вы должны понимать, что время стоит денег и должно быть оплачено. Иногда деньгами, иногда опытом, иногда взаимными услугами или даже отношениями. Но оно должно быть всегда оценено и оплачено. Спросите себя, сколько стоит ваше время? Вот и весь мой основной чек-лист – лакмусовая бумажка предпринимателя. Если из 15 пунктов у вас нет 5 или более, то лично я считаю, что вам не стоит начинать свое дело. Это все было мое личное мнение, не претендующее на объективность, но основанное на моем личном более чем 20-летнем опыте в бизнесе и руководстве людьми. Если вам есть что добавить или просто хотите поблагодарить, милости прошу в комментарии под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я Сергей Шаляпин и до встречи в следующем ролике. Пока!